Едва ли кто-то сомневается, что каждый выход Ульяны Лопаткиной в спектакле «Лебединое озеро» — это событие. Магия личности артистки такова, что одно ее появление на сцене заставляет зал замереть. Но, принимая это как должное, задумываемся ли мы о том, что событие это совершенно отдельное от череды других. И если вы однажды побывали на ее спектакле или видели, к примеру, запись Лебединого, это не значит, что вы действительно представляете, какой была от это одилия Ульяны Лопаткиной, к примеру, в спектакле «Лебединое озеро», прошедшем в Мариинском театре 25 октября. Партию Зигфрида исполнял Евгений Иванченко — тонкий артист, внимательный и вдумчивый партнер. Евгений, а какого Лебедя все-таки предпочитает ваш Зигфрид? Белого или черного? Зависит очень многое от балерины, с кем танцуют, потому что все разные. У кого-то любимый одилия, у кого-то одетта, как бы из-за этого тоже передается, естественно, и Зигфриду настроение. С кем-то приятнее танцевать белое, с кем-то черное. Поэтому в моем случае, наверное, предпочтение к одилии, наверное, скорее всего. Вам все-таки сходили. Да, да, как-то потом, конечно, разочарование происходит, но... Вместе Лопаткина и Иванченко выступают далеко не впервые. Дуэт проверенный любимой публикой. Однако в нынешнем «Лебедином» явно читались какие-то новые нюансы, которых прежде не было. В чем же дело? Откуда эта новая интонация? Может быть секрет в том, что помимо подготовки к хорошо знакомому «Лебединому», Евгений и Ульяна каждый день встречались на репетициях Шотландской симфонии? Потому что у нас постоянно по три часа Шотландской симфонии, и после этого мы оставались еще попробовать «Лебединое». Появилась какая-то особая краска. Как выразить? Трудно, но... Какая-то внутренняя легкость. Наверное, это объяснимо. То, что буквально тренируем, было нечего. Сколько же причин, внешних и внутренних, влияют на состояние танцовщиков, а следовательно и спектакль? Для кого-то из зрителей это «Лебединое озеро» было первым в жизни, которому суждено остаться в памяти ни с чем не сравнимым воспоминанием. Для кого-то еще одной страницей любовно заполняемой балетаманской летописи. Для артистов – очередным шагом на бесконечном пути служения божеству танца. А для нас он стал поводом напомнить вам, дорогие друзья, что театр – искусство живое и дышащее. И двух одинаковых спектаклей не бывает.